А наши ручки умеют хлопать? Да. Ну, давай, давай. Да. О социальной работе Ольга Ланец не мечтала. В школе хотела быть стоматологом. Но учиться в Ярославле не пустила мама. Зато сегодня Ольга считает себя целиком и полностью на своем месте. С нашими ребятами я работаю уже давно. Я к ним привыкла. Они мои. Я их люблю. И даже вот такие маленькие победы, например, как самостоятельно мыть руки. Или правильно держать карандаш. Это победа для них. Это победа для нас. А за этими победами стоит колоссальный труд социальных работников. Каждодневный. К примеру, курс для молодых инвалидов рассчитан на год. По прошествии обследования, если кто-то из подопечных хоть на чуточку продвинулся в развитии, значит, все не зря, говорит Ольга. Таких, как она, в Череповце немного. В центре заботы работает 189 соцработников. А нагрузка – более 8 тысяч обращений в год. И даже в праздник все по плану. 8 июня, как день празднования, был выбран не случайно. В этот день, в 1701 году, Петр I издал специальный указ, который положил начало созданию системы государственной соцзащиты. В том указе говорилось, для 10 человек больных в богодельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. По сути, эти люди и стали предшественниками современных социальных работников. Среди сотрудников заботы есть два заслуженных соцработника России. И пусть кадров не хватает, зарплаты небольшие, коллектив здесь особенный, говорит директор. Случайных людей нет. Мы очень тесно работаем с центром занятости населения. Вообще люди приходят, кто-то услышал, кто-то через центр занятости, кто-то уже работает социальным работником и поделился со своими близкими. По-разному приходят люди в наше учреждение. Но хочу сказать, это уже на слуху вообще-то, да. Если человек пришел сюда работать, если он отработал более трех месяцев, он будет здесь работать. На плечи соцработников ложится несколько направлений работы. Самое востребованное – на домное обслуживание. А еще социальная реабилитация, срочное соцобслуживание, адаптация лиц без определенного места жительства. И, наконец, дом ветеранов, где одинокие пожилые люди живут постоянно. Помощь требуется всегда. И хорошо, что пока есть те, кто может, а главное, хочет помогать. Продолжение следует...